В мире арбалетов существует невероятное многообразие вариантов. Арбалет для охоты, для спорта, для развлечения на даче. Легкие, тяжелые, маленькие, большие, блочные, рекурсивные, камуфляжные, черные, тактические. И да, можно подобрать арбалет практически под любые ваши хотелки. Но все равно это выбор из готовых решений, которые хоть и решают ваши проблемы, но все равно практически всегда приходится идти на компромисс. Не секрет, что один размер подходит не всем, особенно в мире арбалетов. Каждый стрелок имеет свой стиль, свои предпочтения. Возможно вычти арбалет для охоты, который сочетает в себе убойную силу и скорость. Он должен быть мощным, но из-за этого он будет большим, тяжелым и его невозможно будет взвести руками. Только уперев арбалет в землю, да и стрелку придется делать это стоя. То, скажем так, на охоте не всегда представляется возможным. Или вас интересует спортивный арбалет, настроенный в первую очередь на точность и максимальный контроль. Тут на первый план выходят удобство и эргономика, да и размер зачастую только идет на пользу. Или же может быть вам вообще нужен арбалет для рыбалки. Сегодня мы поговорим про концепцию арбалета-конструктора, которая позволит вам адаптировать арбалет конкретно под ваши хотелки. Привет, Олег Бирхантер. Арбалет это устройство, которое запасает энергию и потом передает это энергию стреле. Поэтому важно, чтобы все было супер прям четенько, чтобы арбалет был монолитным, единым устройством, несмотря на то, что он состоит из десятков маленьких запчастей. А арбалет состоит из плечей, тетивы, направляющей, замка, блоков, тулок, подшипников и всего остального. То есть деталек действительно много. И каждая из них влияет на выстрел. Иначе нахрен они там нужны. И при этом в момент выстрела высвобождается, трансформируется большое количество энергии. Отсюда и вибрации, и звук выстрела. А вибрации, они как вода. Только если вода ищет там, где ей пройти, то вибрация ищет соединение, которое можно раскрутить. И поэтому совокупность того, как все эти маленькие детальки арбалета работают между собой, критически важна для точности, стабильности и надежности арбалета. Только когда все элементы этого арбалета работают согласованно между собой, ничего нигде не болтается там, где не должно болтаться, только тогда можно достичь желаемой точности и стабильности стрельбе. И именно поэтому создать модульный арбалет, где все отсоединяется и меняется, достаточно тяжело. Давайте по порядку. Арбалет состоит из направляющей с колодкой, замка, плечей, магазина, если он есть, приклада, рукоятки, тетивы, ну и всяких дополнительных штуковин. Направляющая с колодкой это основной элемент, базис, с которого стоит начать собирать арбалет. Тут по сути выбор такой, либо это классическая компоновка а-ля Мамбо, либо это обратная компоновка а-ля Beer Hunter Doom Mini. На таких маленьких арбалетах разница между такими вариантами компоновки есть. Она ощущается, но далеко не критично, совсем не так, как это ощущается на больших арбалетах. Но, но, разница есть, и она в другом, разница в мощности. Beer Hunter Doom Mini, то есть арбалет с обратными плечами, гораздо мощнее, чем Мамбо. И говоря мощнее, я имею ввиду не силу натяжения. При одинаковой силе натяжения обратный арбалет в большинстве случаев будет мощнее, чем арбалет классической компоновки. Иными словами, скорость вылета стрелы, ну или КПД арбалета, будет выше. С другой же стороны, классическая компоновка Мамбо, во-первых, меньше весит, во-вторых, стоит значительно дешевле. Замок одинаковый на всей линейке компактных арбалетов. Отличие лишь в спусковом крючке, и зависит это от формы рукоятки, ну, приклада по сути. А, кстати, еще на многозарядных арбалетах стоит, опять же, тот же самый замок, только укороченный. Там нет крепления для прижимного язычка и для верхней планки вивера, потому что туда уже цепляется магазин. Но об этом мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Плечи Плечи есть разные по силе натяжения, есть по мощнее, есть по слабее. Надо ли объяснять, что чем больше сил натяжения, тем у нас мощнее получится арбалет. Но физику не обманешь. Как я говорил вначале, арбалет лишь накапливает энергию, он не берет ее из воздуха. И поэтому при стрельбе вам каждый раз придется запихивать эту энергию в арбалет. Да, и делать это придется всегда, даже тогда, когда вам этот излишек не нужен. Например, если вы просто стреляете по мишеньке с 15 метров. А кто будет всю эту энергию запихивать в арбалет? Да, именно вы. И именно вы же потом будете еще в этот излишек энергии, который загонит стрелу глубже, обратно вытягивать, тем самым тратить еще больше сил. А у маленьких тонких дротиков, которыми стреляют арбалеты пистолеты, проникающая гораздо выше, чем у стандартных арбалетных или даже лучных стрел. Так что хорошенечко подумайте перед тем, как брать себе самые сильные плечи. К тому же про законы Российской Федерации забывать тоже не стоит. Подробнее про сертификаты и всякое такое у нас есть ролик, смотрите его по подсказке или по ссылке в описании. А я советую сперва купить просто арбалет со стандартными плечами, пострелять, понять, что может этот арбалет. Потому что я думаю, что даже стандартные плечи вас удивят. И там уже решить, нужны ли вам усиленные плечи, либо же нет. На данный момент нельзя переставить магазин на обычный арбалет. Связано это уже, как я сказал, с замком. Для магазина нужен специальный замок и с креплением в передней части направляющей, что в принципе и задача для русских людей решаемая. Однако, в другую сторону это работает. Вам ничего не мешает открутить магазин и начать стрелять. Да, придется сделать крепление для прижимного язычка и прицельной планки, но я думаю, что ни у кого не составит труда быстренько это смастерить. Вы, наверное, спросите, зачем это нужно? Зачем арбалет магазина превращать в обычный однозарядный арбалет? Отвечаем. Во-первых, мы можем пострелять стрелой, отличной от тех, на которые рассчитан сам арбалет. Например, если мы хотим поставить наконечник побольше или трехлезвийный охотничий наконечник. Или нам нужен гарпун, который сам по себе длиннее, на нем есть стопор, на нем есть бегунок, на нем есть поводок, за который эта стрела привязывается к катушке. Ну и во-вторых, это опять же частично связано с первым пунктом, если мы хотим заняться сверхточной стрельбой. Потому что, во-первых, это опять же должна быть немножечко другая стрела, подлиннее, там возможно другие перышки побольше, поменьше, развесовку вы можете также уже сами собирать. И самое главное, вы сможете вручную вкладывать стрелу, что на самом деле достаточно важно. Потому что если мы стреляем на какие-нибудь, я не знаю, 40 метров, в принципе, то, как легла у нас стрела, не так важно. Но если мы говорим про какую-нибудь сверхточную стрельбу на 100 метров, то тут, конечно, уже важна каждая углова секунда, каждый градус того, как лежит стрела на направляющей. А когда стрелы падают из магазина, то тут уже от стрелка ничего не зависит. Тут зависит ровно от того, как эта стрела выпала. А проконтролировать это достаточно сложно. Приклад. Про приклад у меня уже есть видео, смотрите его опять же по подсказке или по ссылке в описании. Там более подробно я раскрываю эту тему. Но коротко. Есть два стула. Есть два вида прикладов. Первое. Складной, типа Кобра от Фаб Дефенс, который просто убирается и арбалет становится снова арбалетным пистолетом. Либо второй. Трездвижной и регулируемый. Да, вы его точнее можете под себя подстроить, но при этом арбалет у вас уже не такой компактный. И тут вам нужно определиться, что вам важнее. Либо у вас арбалет будет легким и компактным, либо арбалет у вас будет побольше, но и поудобнее. Что, в принципе, наверное, можно также соединить и с точностью. Рукоятки. Про них тоже уже достаточно много сказано у нас на канале. Но по стандарту идет вот такая рукоятка, и вы можете поменять ее просто на планку вивера. А на планку вивера, как известно, уже можно поставить вообще все, что угодно, хоть штык-нож. Ну и также плюсом вивера является тот факт, что помимо выбора самой рукоятки, вы сможете регулировать ее ближе дальше. То есть подогнать рукоятку и по форме, и по расположению максимально удобно для вас. Тетива. Ну, тут не буду углубляться, какие нитки, для чего и почему их так много. Скажу лишь, что наверняка вам придется покупать тетиву, потому что тетива это в целом расходный материал. И я советую, когда вы будете покупать тетиву, покупать не заводскую, а именно кастомную. Да, она, наверное, будет чуть-чуть подороже, но и прослужит вам значительно-значительно дольше. Да и упростит эксплуатацию арбалета, потому что если тетива выполнена качественно, то она практически уже не вытягивается в процессе эксплуатации. ДОПы тут имеются в виду всякие фонари, ЛЦУ, ночники, катушки для рыбной ловли и всякое остальное. Про боуфишинг тоже смотрите по подсказке или по ссылке в описании к этому видео. Для охоты на рыбу вам, естественно, понадобится водоем, в котором вы эту рыбу легко сможете достать. Конечно, у нас в России боуфишинг в принципе запрещен, но вы можете при необходимости купить все для этого необходимое. А из необходимого это, по сути, гарпун да катушка. Катушку точно так же можно приделать обычную безинерционную, которая вот для спиннингов сделана. Хотя есть и специальные арбалетные. Итак, выводы. Как видите, тут есть чем жонглировать. Главное сформулировать задачу, которую вы будете решать с помощью этого арбалета. А сам арбалет для ее решения уже собрать не проблема. Но самое прикольное, что за счет такой большой совместимости, и как вы видите, постоянно еще что-то новое выходит, и оно также имеет совместимость, вы можете относительно небольшими вложениями проапгрейдить ваш арбалет. То есть переделать его под те нужды, которые есть у вас сейчас. Например, если у вас арбалет пистолет мамба, то вы можете просто докупить приклад, и у вас будет уже не пистолет. Это будет совсем другое оружие. А я когда-то говорил, что вот на мой взгляд, это просто самое необходимое. Наверное, даже важнее, чем прицел, мне кажется, для арбалета, потому что просто в руке держа арбалет пистолета, он все-таки увесистый, достаточно мощный и достаточно сам по себе точный, но прицелиться как из обычного пистолета, из него достаточно трудно. Все-таки масса габарита немножечко отличается от стандартного пистолета. А вот приклад позволяет гораздо лучше контролировать ваше оружие. При этом, если вы возьмете приклад Кобра от Fab Defense, то размеры арбалета при этом не поменяются. Ну, в сложном состоянии, в разложном месте, но у вас получится полноценный приклад, что даст гораздо больше контроля при выстреле. Либо же, например, наоборот, вы можете купить большой приклад, который регулируется по длине, но при этом не складывается, и у вас получится все равно компактный арбалет, но при этом сможет стрелять вся ваша семья, и ребенок, и ваша жена, потому что, во-первых, они смогут приклад подрегулировать под себя, и если вы поставите, например, слабенькие плечи, то они же сами смогут их взводить без вашей помощи. И дротики вытаскивать тоже смогут самостоятельно, что немаловажно. Кстати, я сейчас подумал, в принципе, такой арбалет собирать, наверное, это и не надо, он уже есть, это Хараон, он как раз вот идеально подходит под эти задачи. А для себя вы можете купить парочку усиленных плечей. Либо, например, наоборот, собрать ультракомпактный блочный арбалет для охоты. Взять, например, тот же Doom Mini, поставить на него усиленные планки, поставить на него складной приклад, и, по сути, арбалет готов. Получается суперкомпактный блочный арбалет для охоты. Про него тоже есть видео, вот оно, советую его незамедлительно посмотреть. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok